В станке мы ткем и следим только за тем, чтобы у нас не затягивался полотно, даже на полотно к краям смотрим. То есть здесь наоборот, мы стягиваем ниточки вместе и следим за шириной. Вот это крановое изделие сами. Вы выбрали вот такое, вы можете сделать его пошире вначале. И лучше всего, когда учитесь, учиться с линейкой, вот вы тогда за место руки вот этот жест, вы прокладываете линейку и смотрите. Ага, у нас полтора сантиметра. Много здесь, раз, два, подтягиваете до полутора сантиметра и идете дальше. Здесь для прибивания уже руку использовать неудобно, поэтому мы используем челнок для прибивания. Достаточно широкое получается письмо. Вот выбрали, да? Вот оно, бранное ткачество, а слово «брать». Мы их прокладываем сюда, прибиваем, меняем положение передов и смотрим опять по рисунку. У нас в этой полунице, которую ты выкинул, получается ниточка. Так, вот так, потом ее отпустила чуть-чуть, еще. А эти пальцы, они скользят, не дают штучки проникнуть на это вот раздушное облачко, как нитка. Вот она. Вот так. Жестко не цепляйся, иначе ты не сможешь ее растянуть. Давай вместе, бери. Вот, вот. И пальцы расслабят, иначе пальцы забарят через пять минут прибивания. Музыка Много делы знаешь, много делы знаешь. Музыка 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 Продолжение следует...